привет а не всем я как всегда с гитарами корт сегодня вот такая балалайка красивая смотрите вот такой кортик ну проблема не как всегда сделаны они правильно с правильной комплектацией но со сборкой иногда есть вопросики здесь вопросики с датчиком собственно с датчиком то ничего не происходит а переключалка свитч немножко подключивает сейчас мы с этим делом разберемся так как претензий по звучанию гитаре нету то нам усилитель особо и не нужен будем пользоваться визуально значит нижний датчик два вместе верхний датчик регулятор громкости ну вроде бы пока все работает но сопроводительной бумажки написано что иногда пропадает с этим сложнее всего как правило потому что у меня она никогда не пропадает задача задача найти когда она пропадает пока как видите не пропадает вообще ну что ж заглянил внутрь так винтики откручены вот а здесь как говорит рэпер сяло плотничком что же хомуты мы сейчас разберем посмотрим куда мы здесь можем добраться часто в этих хомутах и таится проблема наши китайские друзья ее собирают затягивают от души и не важно что там где какие напряжения возникают механически сейчас посмотрим сейчас разберем ну и опять же проверим вот если тут контакт с экраном фольга есть и черная краска может быть она даже и проводящая но это легко проверить так разобрал я выглядит так снаружи по-взрослому как герметичный тундлер нифига он не герметичный обычно стоит переключалка вот здесь было все очень туго мы проложим по-другому чтобы она здесь не упиралась контакты стоят очень близко тут ничего страшного но зато теперь можно подлезть казалось бы новый переключатель помыть его снова с переключателя на самом деле все оказалось хорошо я думаю что вот здесь был создан а вот я не знаю зачем они так вот оставляли может возможно при монтаже нужны такие длинные провода от датчиков но они очень нагружали вот сюда давление шло они его в такой пук связали мы расположим немножко по-другому чтобы на переключатель не было никакого давления вот и переплетены были вот здесь очень провода между собой сомнительно чтобы они могли сильно замкнуть но хотя совершенно совершенно вот вот рядышком совершенно вот здесь когда здесь вот такой пук лежит и давит и крышка еще сверху все может быть но пока ведет себя переключатель хорошо еще потом проверим сейчас интересно будет мы сейчас проверим сопротивление вот этого лака что она имеет проверить можно очень просто не надо каких-то специальных мега установок мегаметров смотрите берем китайский тестер вот простой вот даже руками если взяться видим что там есть в зависимости от влажности многих факторов вот смотрите 3 мегаома для земли это честно говоря тоже много но все равно она есть вот если хорошо сжать то получается вот почти 700 почти меньше мегаома это уже было бы неплохо если бы хотя бы так переберем вот здесь у нас винт и вот ну как как бы мы тут по лаку поэтому не водили ничего сопротивление бесконечно то есть обычной красочкой покрасим молодцы то есть я не буду объяснять и снимать это что сюда надо сделать такой шлейфик проводочек сделать удобно это делать из скажем и заплет вот сюда вы можете кинуть шлейфик и припаять его допустим потенциометру корпуса и вот эта крышка получится уже заземленная то есть на большом усилении на какой-то грелке очень мощно вы уже не будете иметь фон то есть вернее вы будете его все равно иметь но уровень будет гораздо ниже но это мой совет а вы уже смотрите можете на чисто на клине всю жизнь играть спасибо что посмотрели буду я ее скручивать в принципе то есть вы поняли что с такой гитары новый нужно по-другому разместить вот этот комок бесформенный ну и желательно заземлить больше ничего делать и надо остальном гитара строит гитара звучит все хорошо всем пока спасибо что посмотрели подписывайтесь и расскажу какие-то подробности может быть а 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 Продолжение следует...